Добрый день, друзья! 19 ноября в ДК ЗИЛ состоится очередной форум канала Тактик Медиа. Он будет посвящен 80-летию Сталинградской битвы. Я вас всех приглашаю принять участие в этом мероприятии. Будет очень интересно. Состоятся лекции ведущих спикеров нашего канала. Кроме того, в перерывах будет автограф-сессия, будет работать книжная ярмарка. Также планируется участие реконструкторов, в том числе Александра Поволодского. Ну и вообще можно будет в кулуарах пообщаться не только с теми спикерами, которые будут выступать в тот день, но и с другими нашими постоянными участниками, которых вы все любите, ждете их появления. И вот с ними можно будет пообщаться лично. Так что приходите. Я вас всех очень жду. До свидания. 19 числа. ВДК ЗИЛ. Здравствуйте, дорогие друзья. Книга Игоря Юрьевича с Движковой операции «Блаун. Начало» вышла, с чем я его поздравляю. Спасибо. Вот она в бумаге. Автор только что увидел свой авторский экземпляр. Подержал его в руках одним из первых. Спасибо тем, кто участвовал в предзаказе. Рассылка сейчас идет на тот момент, когда мы записываем этот ролик. Ну, для остальных сообщаю, что мы подвесим ссылку на продажу книги. Цена там уже, конечно, не предзаказная. Но, к сожалению, реалии сейчас таковы, что растут цены на бумагу, растут цены на почтовую пересылку. Поэтому не удивляйтесь. Книга получилась грешно себя хвалить, но она получилась действительно выше всяких похвал. Она прекрасно читается. Поверьте мне, пишет Игорь Юрьевич, если кто еще не читал его книги. Не хуже, чем рассказывает, как минимум. В общем, я нас всех поздравляю. Мы сделали хорошее дело. Огромное спасибо каналу «Тактик Медиа» за то, что помог нам сделать так, чтобы вы об этой книге узнали. И я надеюсь, что мы с Игорем Юрьевичем еще несколько раз шевельнем люстру. Благо, у него уже есть несколько готовых рукописей. Еще раз большое спасибо. Напоминаю, что помогать каналу лучше на площадке «Спонсор.ру». Так это будет удобнее для всех. Ну, а нам с вами хороших книг, хороших лекций от Игоря Юрьевича и других авторов канала «Тактик Медиа». Спасибо. Спасибо. Игорь Юрьевич, приветствую. Здравствуйте. С новыми силами, Заворонеж. Да, сегодня, уважаемые друзья, мы поговорим с вами о событиях в Воронеже, которые происходили 9 июля 1942 года. В этот день, наконец-то, в оперативное подчинение 40-й армии вошли и 17-й и 18-й танковый корпус, а также 206-я стрелковая дивизия и весь гарнизон города Воронеж. Но, правда, в предыдущих роликах мы говорили о том, что 18-й танковый корпус хоть и вошел в подчинение, а командующий армии об этом даже не знал и спустя почти сутки писал «Я прошу командира корпуса сделать то-то и то-то». Не соизволит ли уважаемый командир корпуса? Да, получается, вместо того, чтобы ему приказать, он вынужден был просить, потому что не знал, что он ему подчинен уже. Ну и плюс две-то бригады были вообще в плохом состоянии. Да, он не знал. Также на усиление армии прибыл 796-й стрелковый полк, это была новая войсковая часть 141-й стрелковой дивизии, которая занимала оборону южнее по берегу Дона. Мы также с вами говорили о том, что к исходу 8 июля распоряжением Голикова все войска, которые действовали в левое бережье, были объединены под командованием командира 6-й стрелковой дивизии генерал-майора Гришина, который стал, собственно, войсковым начальником на этом участке. Дюльдин не сразу об этом узнал, он свой план разрабатывал, потом оказалось, что Гришин ему приказывает несколько видоизменить этот план. Тем не менее, как-то это согласовывается, и 9 июля собираются войска левобережной группировки переходить в наступление с тем, чтобы, как написано в приказе, выбить. Например, задача была такой. Уничтожить противника в южной части города и к исходу дня выйти на западную окраину в Воронеже, имея в виду в дальнейшем уничтожение противника и выход на реку Дон. Конечно же, мы понимаем сейчас, спустя многие десятилетия, что эта задача тогда была нереальной. Выбить две моторизованные дивизии из Воронежского плацдарма имеющимися силами было невозможно, нереально. Тем не менее, такая задача была поставлена, и Гришин указал, ну, в разговоре с Дюльдиным, они, видимо, встретились вместе, он сказал последнему, что в час ночи будет дан залп реактивных минометов по переправам, и после этого начинается атака. При этом 41-й полк НКВД наступает с придачей, овладевает Северным мостом, захватывает центр города. Вот такие были амбициозные планы. А Северный мост это какой? Северный мост, я так понимаю, это был Чернавский мост, но они либо некорректно выразились, потому что он был взорван, уже, видимо, переправы они должны были овладевать, но вот было написано так, Северным мостом. Обратимся теперь мы к документам, которые оставил для истории начальник гарнизона Воронежского Дюльдин. У него довольно-таки интересные есть донесения, и потом он составил довольно-таки подробный доклад, из которого, ввиду крайней малоинформативности других документов, мы можем многое узнать о тех событиях. Ну, в частности, цитируем его доклад. Считая основным направлением наступления через Отроженские мосты, 233-му полку НКВД придавались 19 танков. Это 174-й танковой бригады. Пулеметный полк ПВО и 4 орудия зенитных ПВО. Вот такими силами они собирались наступать. Итак, наступление должно было начаться в час ночи залпом реактивных минометов по Чернавской переправе, скажем так. И вот наступает час ночи. Дюльдин ждет. Залпа нет. Он продолжает ждать. Нету залпа. Технической связи с Гришным у него нет. Он не может ему взять телефон и позвонить, сказать, где? СМС-ку сбросить. Да, может он. Где? Как мне долго еще ждать? Вся связь посыльными. И вот проходит полчаса. Нету залпа. А ведь короткая летняя ночь длиться долго не будет. И надо какое-то решение ему принимать. Вот проходит уже час. Нету залпа реактивных минометов. И танки не подходят. И, наконец, порождав два часа, Дюльдин решает, что ждать дальше нельзя. Что случилось с реактивным минометом, он не знает. Сейчас уже будет светать. Надо действовать. И тогда он отдает приказ начинать атаку и без танков, и без этого залпа реактивных минометов. Читаем его доклад. Не имея технической связи с командиром 6-й стрелковой дивизии и боясь сорвать атаку, так как начинался рассвет, мною в 3 часа от 9 июля был дан сигнал для наступления 233-му полку. Одновременно по телефону командир 41-го полка был предупрежден о действии только мелкими группами, обеспечивая их пулеметным огнем. А полк этот должен был переправиться в районе Чернавского моста и начать бои уже в западной части города. 233-й полк начал атаку в 3 часа при поддержке пулеметного огня и 4-х орудий ПВО, но не был поддержан танками, так как последние опоздали и прибыли только в 8 утра 9 июля, то есть с многочасовым опозданием. Вынужден был сам без танков вести бой. При этом к 18.00 занял юго-восточную часть сельскохозяйственного института и кирпичный завод. Это как раз тот район города, где шли бои с прорвавшейся 3-й моторизованной немецкой дивизией. В 18.00 противник, воспользовавшись открытым флангом полка, так как частей справа не было, просочился группами автоматчиков в лес и поставил полк перед угрозой окружения. Своевременно обнаружив эту угрозу, командир 233-го полка приказал 6-й роте выбить противника из леса. Командир роты успешно выполнил эту задачу, очистив лес от противника. Последний вынужден был отойти, но продолжал занимать северо-западную часть сельскохозяйственного института. В 19.00 233-й полк был атакован крупными силами противника при поддержке минометов и пулеметов, в результате чего оставил кирпичный завод и закрепился в роще восточнее Схиль. 287-й полк в течение двух дней, ведя бои внутри города, к вечеру 8 июля поднятистком противника отошел и сосредоточился на западном берегу реки Воронеж, севернее Чернавской переправы, где продолжал бой с противником, занимающим командное положение по отношению к 287-му полку, ну, западный берег Воронежа выше, восточного, и там, конечно, позиции для обороны были лучше. Боеприпасы и продовольствия в полку были на исходе, подвоз же их через реку был затруднен. К утру 9 июля полк мелкими партиями начал переправляться на восточный берег реки Воронеж и уходить в придаче, где был собран и, по моему приказу, к вечеру сосредоточился ватрошка для приведения себя в порядок. 41-й полк НКВД, находясь на Чернавском шоссе, организовал переправу мелких групп через реку, но последние были обстреляны сильным пулеметным огнем противника с западного берега. Поддержка артиллерийского огня была слабая, так как дивизион ПВО сосредоточил малое количество орудий. Батальоны полка расположились на узком фронте вдоль шоссе Скучино, в результате чего при обстреле пулеметным и минометным огнем противника стали нести большие потери. Узнав о положении 41-го полка, мною был отдан приказ закрепиться на позициях и окопаться глубже, ждать огня реактивных минометов по Чернавской переправе, после чего перейти в атаку. 41-й полк к вечеру 9 июля вынужден был отойти на западную окраину при даче, где принял оборону. И здесь, уважаемые слушатели, нам надо помнить о том, что настоящий следователь стремится сопоставлять документы различных сторон, анализировать их и сравнивать, и с тем, чтобы составить наиболее полное представление о происходящих событиях. В немецких источниках мне встретилось такое упоминание, которое, видимо, относится как раз к попытке 41-го полка переправиться через реку в районе взорванного Чернавовского моста, названного здесь Чернавской переправой. В частности, в книге по истории 3-й моторизованной дивизии было написано, «Противник в течение ночи из станции «Отрошка» перебросил через реку Воронеж пехоту, усиленную танками, в жилой квартал близ железнодорожного моста. По показаниям перебежчиков, противник сосредоточил в станции «Отрошка» два элитных полка. Ну, немцы назвали «элитные полки» НКВД. Для наступления на Воронеж. Ранним утром русские предпринимают попытку отвоевать Воронеж с востока. И дальше следует такое описание, деталей которого в наших документах вообще нет. Под прикрытием утреннего тумана пехота противника без артподготовки, но под огневым прикрытием танковых орудий, пытается переправиться через реку Воронеж несколькими волнами на надувных лодках. Никаких упоминаний о надувных лодках в донесениях Дюльдина нет. Ничего. Второй батальон 8-го мотополка дает лодкам противника приблизиться к берегу, а затем открывает по ним огонь из всех видов оружия, в котором также участвуют 20-мм зенитки 16-й материализованной дивизии, то есть соседа справа. Не можем представить себе, что 20-мм зенитки сделали с лодками. Если, конечно, это были действительно резиновые какие-то лодки. Да даже если деревянные были. Наша артиллерия подавляет танки противника на противоположном берегу. Таким образом, атака русских была отбита к полудню. Вот этим, наверное, можно объяснить тяжелые потери, которые понес 41-й пограничный полк. Одновременно, пишут в 3-й материализованной дивизии, русские на рассвете атакуют силами двух полков пехоты без поддержки артиллерии, но при участии большого числа минометов и в первый раз при участии танков. То есть они довольно точно сопоставляются с нашими документами. Без поддержки артиллерии, а танки опоздали, утром только пришли. И дальше следует такое многозначительное замечание. Наталкиваются на оборону 1-го батальона полка, а также 1-й роты танкового батальона, которая при этом теряет своих первых боевых товарищей. То есть в этом бою они несут какие-то потери. Ну, правда, не уточняются какие. Дальше они пишут. 10 танков русских врываются в город, следуя вдоль дороги, идущей с севера. И неожиданно возникают за спиной 2-го батальона. 4 из них удается подбить из 76-мм ПТО. А помним, что там были самоходные установки «Мардер» с нашими трофейными орудиями. Дальше они пишут. В течение ночи русская авиация совершает бомбовые налеты на наши позиции. И вот когда мы сопоставляем это с нашими документами, то мы видим, что довольно-таки точно немцы указывают число подбитых танков. В частности, из наших документов следует, что при атаке 174-й танковой бригады на северную окраину Воронежа, один танк был сожжен, а три подбиты. То есть те самые четыре танка, которые указаны в немецкий документ, как подбиты. И написано «Батальон действовал без пехоты». Когда мы сравним доклад Дюльдина, который воевал на этом участке, с его донесениями, написанными по горячим следам боев, то мы видим все-таки небольшую разницу. В этих донесениях порой мы видим то, что потом не вошло в доклад. И, к сожалению, 9 июля Дюльдин сообщает об огромных потерях, которые понесли полки НКВД в этих боях. Вот в частности, по исходу дня он пишет «В результате сегодняшних боев за Воронеж, войсковые части НКВД в личном составе имеют громадные потери. По непроверенным и приблизительным данным, но он дальше перечисляет потери конкретно по полкам, я не буду утомлять наших слушателей этим, я просто скажу общие цифры. Всего полки НКВД потеряли 2066 человек, из них 498 было убито, 586 ранено и 982 пропало без вести. То есть большая часть потерь пришлась на пропавших без вести. Объясняя неудачу этого боя 9 июля, большие потери, Дюльдин в частности доносил все еще Голикову, хотя уже был создан Воронежский фронт. Вот он по инерции, видимо, писал «Командующему Брянским фронтом», даже писал «Командующему Брянским направлением». Он писал «Разработанный план захвата города совместно с 6-й стрелковой дивизией в основном был сорван, так как 6-я дивизия в этой операции участия не приняла, мотивируя тем, что один из полков был не подтянут и не подготовлен к наступлению. И еще тем, что мост через Вагрессовскую дамбу взорван, как на самом деле он до настоящего времени стоит невредимым». И тут Дюльдин прав. Немцы не сразу взорвали Вагрессовский мост. Они взорвали его уже, когда город перешел под контроль 16-й моторизованной дивизии и позже. Но вот по какой-то причине Гришин сказал, что мост взорван, мы не можем атаковать. Вообще, когда сопоставляешь эти документы, то видишь, насколько часто винили соседи наши командующие и считали, что они воюют лучше других и костьми ложатся, чтобы выполнить задачи. А вот нерадивые соседи, вот такие-сякие. Было бы интересно, конечно, почитать, был бы доклад Гришина, если бы таковой был. Но вот Дюльдин жалуется на Гришина. Второй причиной послужило то, что приданные 19 танков от 174-й танковой бригады прибыли на исходный рубеж с опозданием на 4,5 часа. А в процессе действий совместно с 233-м полком не проявили должной инициативы и не дали надлежащего эффекта, которого нужно было бы ожидать. Но танкисты с этим были не согласны. Они потом в Денисине писали, что это мы организовали взаимодействие танков с пехотой. В общем, достаточно трудно понять, кто же, собственно говоря, виноват. Почему не получилось развить этот успех? Но они речку тоже не могли перепрыгнуть, могли только с места стрелять. Да, они прошли на западный берег по железнодорожным мостам, единственным сохранившимся. В результате 233-й полк вынужден был, развив развитый успех в наступлении, закреплять и занять оборону района города Схи. Третья причина. Приданный пулеметный полк от 3-й дивизии ПВО до сего времени не явился. А этим самым не представилась возможность уничтожить огневые точки противника. То есть, зенитчики тоже виноваты по Дюльдину. Конечно, если они не пришли. Противника распространявшегося по набережной города на правом берегу реки Воронеж. Четвертый, он пишет Дюльдин. Новая причина. Приданный артиллерийский зенитный дивизион также не дал положительных результатов. И ураганный огонь противника, минометы и пушки до настоящего времени продолжает бить по нашим частям без малейшего воздействия с нашей стороны. Ну вот, видимо, Дюльдин когда писал это по горячим следам, он в такой досаде был, не удумял. Но почему не получается? Конечно, винил он всех вокруг. Вот основные причины, которые послужили к закреплению прежних занимаемых рубежей. Героически, борясь за владение и окончательное очищение города от фашистов, войска НКВД потеряли лучших и преданных делу Ленина, Сталина, командиров. Как батальонного комиссара, товарища Анурова, командира полка, товарища Васильченко и ряд других. Конечно же, Дюльдину было обидно, что, как он считал, войну ведут полки НКВД, а другие то ли опаздывают, то ли не понимают задачи, или как-то они недостаточно активно действуют. Вот такие донесения он писал. Но теперь мы... Ну и потери-то, конечно, колоссальные. Потери были очень большие. Да, очень большие потери. 900 человек без вести пропали. Почти тысяча человек пропало без вести. 500 убитых. Вообще, когда читаешь эти документы, это вот прям дыхание эпохи чувствуется. Вот он писал от руки вот эти донесения Голикова, где и горечь свою выражал, и отчаяние, и злость, наверное, и досаду, и обиду. Поговорим теперь о тех событиях, которые происходили, так сказать, в высших эшелонах советского командования. Не забудем, что когда 7 июля был создан Воронежский фронт, сразу же ему была поставлена задача очистить восточный берег Дона, выбросить немцев из Воронежа, освободить Воронеж. И в соответствии с полученной задачей командующей уже новой Воронежского фронта, тот же самый Голиков, он пишет свой приказ по вот этой директиве ставки. Пишет он его в 8.35 утра 9 июля. В этом приказе впервые указан и состав 60-й армии. А помним, что директива ставки переименовывала 3-ю, 6-ю резервную армию, соответственно, в 60-ю армию и в 6-ю полевую армию. И вот он здесь указывает и состав 6-й, 60-й армии. И в частности в него уже включен 25-й танковый корпус. Но проблема в том, что все эти части только сосредотачиваются. И вот, например, он пишет, что сбор этого корпуса в Липецке происходит, а это от линии фронта больше 100 километров. И только после этого его бригада выдвигается. То есть он как бы включен в состав армии, но фактически его еще нет. Как, собственно говоря, и многих стрелковых дивизий, которые идут маршем, мы об этом еще поговорим в дальнейшем. Да, когда первая директива ставки вышла 7 июля, там не был указан конкретный срок. Голиков поэтому на собственное усмотрение пишет, что готовность войск к исходу 11 июля с тем, чтобы освободить Воронеж, выполнить эту задачу. Но в 21.009 июля поступает новая директива ставки командующим Воронежским фронтом. И вот тут уже было написано, не позднее утра 11 июля нанести решительный удар между рекой Дон и рекой Воронеж. Здесь уже более точно задачи поставлены фронту. И написано в частности, задачи в течение 11 и 12 июля совершенно очистить восточный берег реки Дон в районе Подклетной, Семилуки, Малышева, Воронеж. И все пространство между рекой Дон и рекой Воронеж от противника. И прочно закрепиться на реке Дон, обеспечив за собой переправу через него. Дальше. Директива возлагала непосредственное руководство этим ударом на командующего 60-й армии генерала-лейтенанта Антонюка. К этой задаче, к выполнению этой задачи, привлекались и части 40-й армии. Причем в этот день 18-й танковый корпус теперь переходит уже из подчинения 40-й армии в 60-ю армию, а командующий еще даже не прибыл. И вообще, я удивляюсь, Попов и не знал, что ему придали 18-й танковый корпус. Потом он узнал, его уже переподчинили другому командиру. То есть, определенная неразбериха происходила. И Голиков, соответственно, уточняет задачу. И уже в полночь, 9 июля, он отдает приказ войскам, чтобы они были готовы к наступлению уже 10 июля. Это наступление 60-й армии. А на северной окраине Варнижа все еще по-прежнему действуют полки НКВД. Из-за больших потерь все эти полки Дюльдин вынужден был свести в один сводный полк НКВД. И из четырех полков у него получился один. Из-за вот этих тяжелых потерь. Дальше. Это 121-я стрелковая дивизия. И подошел новый 796-й стрелковый полк 141-й стрелковой дивизии. Оперативная информация, например, штаба 40-й армии, говорит нам о том, что по-прежнему в 40-й армии ничего не знали о том, что происходит в 110-й и 181-й танковой бригаде. Последние данные в штабе армии были только на 6 июля. Я не забуду, это уже идет 9 июля. То есть, три дня проходит. И можно предположить, что, конечно, какие-то остатки 110-й танковой бригады, ее личного состава вышли. Они как-то рассказали о том, что вообще происходит. Но точных данных до сих пор нет. Опять же, подключаются к наступлению 3-й дивизии ПВО. Дюлин всячески старается заручиться поддержкой громаде над замнарконом обороны ПВО. Идут бои за сельскохозяйственный институт. То наши атакуют, берут сельскохозяйственные институты, то немцы их отбивают назад. В общем-то, к концу 9 июля, к 17.00, было написано в документах, что наши части заняли оборону на восточной окраине сельскохозяйственного института. И о том, как шли эти бои. Опять же, у нас сохранилось донесение начальника Воронежского гарнизона Дюльдина. Я процитирую части его, наиболее ценные для нас. План боевой операции слагался из следующего. Артподготовка в 2 часа и начало атаки в 2.30. Совместно с танками КВ-174 танковой бригады и 796 полком. Которые, согласно распоряжению заместителя наркома обороны Громадина, к этому времени должны были подойти для поддержки, но не прибыли. Опять мы видим накладки, опять несостыковки. Артподготовка проведена вовремя. Подавив несколько огневых точек противника на правом берегу реки Воронеж. Атака же с северной окраины города, со станции Атрошка, сорвалась. Так как до сего времени они подтянулись выше указанной части. Частей войск КВД для операции было недостаточно. Имея в своем распоряжении не более 250 штыков. То есть Дюльдин пишет о реальной фактической силе вот этого полка. 250 активных штыков. Кроме того, обещанное проведение атаки совместно с 6-й стрелковой дивизией генерал-майором Гришном не было осуществлено. И части товарища Гришна продолжают лежать на рубеже монастырщинка. Ну, обидно Дюльдину вот такое вот неучастие в боях 6-й стрелковой дивизии. Дальше Дюльдин пишет о своем решении сосредоточить в районе остатки частей войск КВД, 796-го полка, батальон танков. Вот это фактически реальные силы, которые у него находились. Дальше Дюльдин пишет. Одновременно с этим докладываю о той неразберихе, которая имеет место в моем районе. Вот этого в докладе он потом писать не стал. Видимо, он одумался. Так вот он пишет. Прибывают новые части, в частности, 8-й истребительный батальон. Не, он ошибался, это была бригада. Второй и так далее. И никто не знает, кому он подчиняется. А отсюда, как следствие, эти части оседали далеко в тылу. Неналаженность происходит и в самом командовании. Так, например, командир стрелковой 6-й стрелковой дивизии требует сведений от 41-го полка НКВД, подчиненного мне. Желая этим самым подчинить себе. Командир 174-й танковой бригады вызывает к себе командира 121-й стрелковой... А, командира 174-й танковой бригады вызывает к себе командира 121-й стрелковой дивизии. Таким образом, происходит излишнее дергание и отсутствие единого плана. А ведь Дюльдин считает, что танки 174-й бригады подчинены ему. А тут вдруг командир 121-й стрелковой дивизии вызывает. При условии согласования плана обоюдных действий, безусловно, город будет окончательно очищен от фашистской нечисти. Это написал Дюльдин по итогам боев 9-го июля. Вот такая сложилась обстановка. А теперь, уважаемые слушатели, нам надо вернуться к тому, что же происходило в это время со 181-й танковой бригадой. Ведь она осталась одна. И, как мы с вами в прошлый раз говорили, по итогам боя 8-го июля, 181-я танковая бригада оказалась в очень тяжелом положении. Фактически окружена, обложена со всех сторон, без боеприпасов. И мы с вами сказали о том, что командир бригады, полковник Коновалов, принял решение о прорыве. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, как происходили вот эти действия при прорыве бригады. Когда мы говорим о том, как шел прорыв 181-й танковой бригады, нам опять, к сожалению, надо сказать о том, что документы недостаточно информативны. Советских источников крайне мало. Но остался доклад о боевых действиях 18-го танкового корпуса. И практически все. И поэтому восполнять недостаток этих документов нам опять приходится немецкими какими-то источниками, в том числе и свидетелями с немецкой стороны, которые видели, как происходил этот прорыв. Читаем доклад штаба 18-го танкового корпуса. К 15.00 8 июля бригада имела 394-й танковый батальон, 3 танка Т-34, 395-й, 5 танков Т-34 и 3 танка Т-60. В управлении бригады два танка Т-34. Из всех танков только 8 Т-34 были вполне боеспособными. Остальные танки только могли двигаться на первой и второй передачах, но огня вести не могли. В танках было по 10-15 снарядов. МСПБ имел 153 человека и небольшое количество патронов. Мины были израсходованы полностью. Станковые пулеметы противникам были уничтожены. Четыре орудия противотанковой батареи были уничтожены противникам во время боя 8 июля. Подразделения 498-го стрелкового полка израсходовали боеприпасы полностью. Вот такие свидетельства. То есть, по сути, воевать им было особенно и нечем. Снаряды кончаются, патроны кончаются. Помним, что вечером район обороны бригады подвергся интенсивному обстрелу, в том числе реактивными минометами. И ночью командир бригады решил идти на прорыв. Доклад сообщает нам дальше. Выход из окружения происходил по следующему плану. Боеспособные танки были поставлены в колонну. На танки десантом был посажен личный состав МСПБ, рота управления и противотанковой батареи. Каждый танк возглавлялся ответственным командиром, способным в случае сопротивления противника вести самостоятельные действия. Транспортные машины были прицеплены к танкам для буксировки. На машины были посажены раненые бойцы и командиры. По сути, как будто сцена из какого-то фильма, как это все происходило. Настолько это все описано. В 23.00, 8 июля, колонна начала движение вдоль западной окраины Воронежа. Поскольку командование бригады не имело данных о том, занимает ли противник восточный берег реки Воронеж, было приказано произвести разведку в направлении Масловка и Придача для сосредоточения в этих пунктах после переправы. Для обеспечения движения колонны был выслан головной охранный дозор в составе двух танков Т-60, которые оторвались от колонны и действовали самостоятельно. То есть мы видим, что в самом начале прорыва головной походный дозор исчез. Оторвались они от бригады, и бригада осталась без разведки. Действия бригады были обнаружены противником. Колонна была рассеяна огнем ПТО, танками противника, и выход из боя в последующем происходил самостоятельно. В результате, пробиваясь с боем на протяжении 7 километров, основная часть личного состава из окружения вышла. Все исправные танки были приведены в полную негодность и оставлены на западном берегу Воронежа. В наших документах сведений о том, как происходил прорыв, нет, в каком направлении. Обращаемся к документам немецкой стороны. Придачу Масловка, они же пишут, в принципе. Ну, каким образом происходил прорыв? Так вот, берем немецкие свидетельства. Такой был капитан Фишер, адъютант командира 60-го моторизованного полка. В районе завода противник предпринял попытку прорыва. Около дюжины танков, с посаженной на них пехотой, ведя огонь изо всех стволов, прорвались через ряды 1-го батальона 60-го моторизованного полка. Перекатились через КП полка и попытались прорваться в южном направлении. Удар оказался неожиданным, и все же во время прорыва в черте города удалось уничтожить около 10 танков. Обер-лейтенант такой Забаровский, пишет из 60-го моторизованного полка. 8 июля я был вместе с моим взводом, выделенным для прикрытия реки Воронеж. Как вдруг, в 20-30 с тыла внезапно появились два русских танка Т-34. Первый свернул на мост, но он ошибается тут со временем. Это было на самом деле позже. Позже. Примерно через 200 метров он наскочил на мины, размещенные перед мостом. Там вспыхнул мощный взрыв. Второй, неподалеку от моего сторожевого поста, получил попадание из противотанкового орудия в правую гусеницу и потерял ее. Танк покатился дальше и стрелял из пулемета по моему взводу, пока не застрял на дамбе. Из его экипажа выбрался один человек. Я взял его в плен и велел охранять связным из моего взвода. Затем я забросал застрявший танк с расстояния около 20 метров гранатами, так как два других танка с другой стороны реки Воронеж прикрывали застрявший танк огнем. Это, видимо, были танки КВ из 180-й танковой бригады. То есть они видели, что идет прорыв, но не могли они пройти дальше по мосту. Чтобы избежать дальнейших потерь, я взял у подчиненного мне командира саперной группы два подрывных заряда. Прыгнул на танк сзади и положил на танк подрывной заряд. Первый заряд не взорвал танк, так что я должен был установить второй. Его я положил на танк позади башни. После сильного взрыва крышка люка была сорвана, и один человек из экипажа, охваченный пламенем, был выброшен из башни. Сразу после этого танк ярко загорелся и взорвались боеприпасы. В это время пленный наводчик попытался бежать и был застрелен связным. После донесения об успехе командира роты, мне был вручен после поданного рапорта на рукавный знак за уничтоженный танк. То есть мы видим, что попытка двух Т-34 прорваться по самому кратчайшему пути, а это был путь именно на Вогрессовскую даму, была неудачной. Один танк подорвался на минах, второй танк тоже был уничтожен уже в ближнем бою. Не удалось им пройти. Куда же пошли остальные танки и грузовики, которые еще оставались в это время? Вот в журнале боевых действий 1-го батальона 156-го моторизованного полка, а помним, что этот полк был как раз на берегу реки Воронеж и охранял от впадения в дон реку Воронеж, вот этот Воронежский плацдарм, было написано, что Шилово, это деревушка такая на берегу Воронежа, 2 часа ночи 17 минут поступил сигнал тревоги из сообщения дежурного унтер-офицера. Русские грузовики под защитой танков прорвались по маршруту на Шилово. На них были даже мертвецы, а также принимавшие участие в перестрелке тяжелораненые. Одному из шести Т-34 удается прорваться на юг по мосту через Дон в Юнивке, то есть мы видим, пошли вообще за Дон наши танки, и беспрепятственно преодолеть его. Я представляю удивление и изумление тех немецких обойзников, которые вдруг увидели, что с востока на них идут на запад, танки переправляются вообще на западный берег Дона. Там, видимо, просто вообще никто не понял, что произошло сначала, поэтому и удалось переехать. Да, другие пять танков в двух километрах в югу от Воронежа были выведены из строя из Долизни. По высказываниям пленных, последние танки, покинувшие город, пытались выполнить приказ по прорыву в южном или юго-западном направлении. Их сопровождали примерно 100 пехотинцев. Кто отдал приказ прорываться в юго-западном направлении, конечно, уже сейчас сказать трудно. Ну, вряд ли командиры бригады могли сбиться с дороги. Помню, для них Воронеж был совершенно новым городом, и они пошли аж садом. Тем более, в темноте все происходило. Дальше вспоминал такой уже послевоенный лейтенант Шверер. «Ранним утром нас будят винтовочные выстрелы. Пять танков и два грузовика сумели вырваться из Воронежа, и они хотят перебраться через ручей прямо возле нас. К сожалению, через этот мост не проехать, потому что сами же русские его и разрушили. Едва мы только выползаем из наших палаток, как грузовики проносятся мимо нас. Они видят, что мост опущен в воду, едут по земле и погружаются, застревают в грязи, видимо, заболочная там местность была. И мечте конец. Русские пехотинцы спешиваются и сдаются без особого сопротивления, потому что мы уже сидим над рекой в полной готовности. «Пять вражеских танков грохочет на краю леса и сводит нас с ума. Наши обозные, возглавляемые нашим фельдфебелем, конечно же, убегают. И обозные штабной батареи, сидевшие там же, также исчезают». Я думаю, немцы там сильно перепугались, когда вдруг на них выскочили пять танков. «У нас под носом возникает танк. Точно не понять, один ли он. Все, что слышно, это шум его двигателя. Артиллеристы пробираются в высокой траве и видят, что это русский. Сейчас они приведут орудие в боевую готовность, и противотанковый снаряд вылетит из ствола. К сожалению, стебли метровой высоты скрывают танк. Он выпускает выхлопы и убирается прочь. Он не стреляет. Он исчезает в складках местности и больше не виден. Остальные танки на опушке леса видят, что они больше не могут двигаться дальше. Танкисты открывают люки и сдаются. У них закончились боеприпасы». Я предполагаю, что и горючее тоже. Вообще трагичная, досадная ситуация, когда стрелять нечем, горючее кончилось и все. «Наш испуг в утренний час завершился. Но теперь наши обозные, которые сейчас вооружены до зубов, захватили пленных и строят из себя героев. Наш казначей Мюллер приватно доложил об этом своему командиру. Взяли пленных, обозные. С этого дня его называли иначе, как Панцер Мюллер. Несмотря на то, что ни один выстрел не был произведен, и все они со страхом лежали в ямах и искали себе место, они захватили пять Т-34 и взяли много пленных. Ну, везет же порой обозным на войне, да? Вот они испугались до смерти. Потом вернулись, видимо. Оказалось, танки остановились, и это мы взяли танки, там мы их захватили пленных. Лейтенант Шток пережил следующее. Он шел по улице, спустился с моста и хотел посмотреть на танки. По дороге ехали два грузовика. Остановились перед ним. Ему задали какой-то вопрос. Он был так ошарашен тем, что это были русские, что ничего не мог сказать, только махал руками. Видимо, и... Тоже слегка. Тоже слегка. Обалдел. Обалдел. Прямо скажу. А затем они проехали мимо него, и только тогда он закричал и выстрелил вдогонку из пистолета. Ох, какой герой. В остальном утро прошло тихо. Что касается прорыва вражеских танков, это вспоминал такой Гауптнан Вольф, командир 13-й роты 156-го мотополка. По дороге на юг от 8 до 12 танков и около 6 грузовиков полностью заполненных. Танки были остановлены на окраине леса. На окраине леса возле 3-й роты 156-го полка, покинутой экипажами. Грузовики на высокой скорости проехали через Шилово и направились на Яковлево, где перед паромом их бросили и переправились через реку Воронеж. В моей 13-й роте полка один тяжелораненый из-за бешеного огня русских, который велся во все стороны. Потом уже после войны, когда, видимо, они собирали материалы для книги по истории дивизии в 60-е годы, там очень большую деятельность развил бывший командир дивизии, такой Хенриц. Даже была создана рабочая группа по собиранию, по сбору вот этих материалов. Так вот, он потом писал в 60-е годы уже по воспоминаниям. Три танка смогли пройти дальше и почти добрались до моста у Юневки. Это уже Дон. Два были перехвачены по дороге. Последним удалось захватить охрану моста и расчет 20-мм пушки врасплох и чуть ли не взорвать мост. Опять же, изумление немцев, которые стояли с 20-мм пушкой. На них выехали Т-34. Он был уничтожен огнем 88-мм зенитной пушки с обратной стороны моста. Однако группа грузовиков с пехотой и несколькими танками на большой скорости проехала через Шилово к парому в Яковлево. После того, как они покинули танки, второй ротой были остановлены два грузовика, совершенно новый, американский. 14 пленных и 10 убитых. Остальные добрались до паромной станции. Их экипажи, но не экипажи, а, видимо, тех, кто в грузовиках находился, переплыли через реку Воронеж. Что мы видим? Сопоставляя вот эти источники, мы понимаем, что бригада 181-я пыталась прорваться. Возможно, они пошли сначала единой колонной. Но мы видим, головной походный дозор ушел вперед, оторвался. Колонна главных сил, видимо, разбилась на три части, как-то стихийно так получилось. И, по сути, по изучению немецких источников, получается, что 181-я бригада, ну, остатки ее, прорывались тремя направлениями. Два танка пошли на Вагрессовскую дамбу, не прошли они ее, были уничтожены. Какая-то группа из танков пошли, они вообще к дону с грузовиками не прошли, остановились, были, по большей части, взяты в плен. И единственное, кому удалось прорваться на восточный берег Воронежа, это была та группа, которая пошла на грузовиках. Они как раз доехали до реки Воронеж, там была паромная переправа, но, естественно, на этом берегу реки уже были немцы, они просто бросили грузовики, и кто как мог вплавь переправились. Вот они спаслись, по сути дела, наверное, единственной из этой вот большой колонны, которая пошла. Чтобы остановить вот этот прорыв, немцы подняли по тревоге 156-й моторизованный полк, который раньше-то в боевых действиях, особенно в Воронеже, и не принимал участие. Там в основные бои вел 60-й моторизованные полки. Вдруг ночью пальба, переполох, русские едут, там, наверное, кто-то так сильно испугался. Русские идут. Русские идут. Ну, вот как он писал про обозников, которые перепугались до смерти, а потом, это же мы танки захватили. То есть была суматоха большая в этом полку. Так вот, по одним сведениям, танк на Т-34 преодолел мост через Дон. По другим сведениям, он погиб, был подбит из 88-миллиметровой зенитки. Но, к сожалению, большинство танкистов, 181-й танковой бригады из той колонны, они попали в плен или погибли. И только те, кто на грузовиках ехал к Яковлеву, они смогли переправиться. Здесь, опять же, нам надо поговорить, какие же потери понесли стороны. Ведь к 9 июля уже 24-я танковая дивизия вышла полностью из Воронежа. Великая Германия вышла полностью из Воронежа. 16-я моторизованная дивизия должна была вот-вот уже начать сменяться. Какие же потери понесли они? Ну, вот из немецких данных следует, что, например, 24-я немецкая танковая дивизия с 7 и 8 июля потеряла 38 человек убитыми, 85 человек ранеными. Два человека пропали без вести. Вообще, общие потери дивизии с 28 июня, то есть, с начала наступления по 8 июля составили 14 офицеров и 209 унтерофицеров рядовых убитыми только. Что касается 16-й моторизованной дивизии, к сожалению, увы, для исследователей, для историков, надо сказать, документов практически нет, данных о потерях практически, опять же, нет. Мне встречалась пара упоминаний в других документах частей, косвенно про эту дивизию, но они были за какой-то конкретный промежуток времени, и поэтому нет возможности точно сказать. Нам остается, конечно, только предполагать. Опять же, Виталий Торовцев, его замечательные статьи, рекомендую всем, он проводит достаточно подробные подсчеты. Я согласен с этим. Да, читайте. Я согласен с ним. Ну, как бы мы пришли к обоюдному такому мнению, что суммарные потери личного состава 24-й танковой дивизии и 16-й моторизованной вряд ли выходили за 100-150 человек убитыми и 200-250 человек ранеными. Потери в боевой технике, в общем-то, были тоже невелики. Что касается данных по 24-й танковой дивизии, там указано о 5 танках, безвозвратно потерянных и штурмовом орудии за весь период с 28 июня. Были ли потеряны какие-то танки в Воронеже? Трудно сказать, неизвестно. Встречается такое упоминание, что в боях у Рощи Длинной, у Малышева, были потеряны 4 танка, но безвозвратно ли они были потеряны или были подбиты, вошли в строй, тоже непонятно. Что касается 16-й моторизованной дивизии, согласно ее данным, безвозвратные потери за период штурма Воронежа, это 8-9 июля, составили один танк Т-4, который сгорел от Пальма. Второй танк, загоревшийся, видимо, им удалось потушить. Танки были какие-то подбиты, потеряли боеспособность, но опять мы вынуждены говорить об одном и том же поле боя. Оставалось за противником, и хорошо налаженная ремонтная служба 16-й моторизованной дивизии позволила, собственно говоря, восстановить эти танки и привести их опять в боеспособное состояние. Виталий Торопцев делает такой вывод, и я с ним согласен, что в ходе наступления суммарно 24-я танковая дивизия и 16-я моторизованные потеряли 10 или 15 танков сожженными, подбитыми, поврежденными, вышли в строй и так далее. Но большинство из них было впоследствии возвращено в строй. И, подводя итог, надо сказать, что потери этих дивизий, к сожалению для нас, не стали критическими. В ходе боев за Воронеж эти потери были незначительными и никак не снизили боеспособность этих дивизий. В сущности, эти потери позволили им продолжать выполнять поставленные задачи и дальше. И обе эти дивизии пошли дальше на юг вдоль Дона. Ну, и надо сказать, что обе к бесславному своему концу. В Сталинграде. В Сталинграде. Какие же потери понесла советская сторона? Здесь данных уже больше. И можно предположить, что общие потери бригад 110-й, 181-й, ну, 180-й, хотя там в 180-й потерь было очень мало, составляют 71 танк Т-34 и 27 Т-60. Опять же, не все из них были сожжены. Многие из них были подбиты, повреждены, но так как они не были эвакуированы, они стали безвозвратной потерей. А эвакуировать их во многом не удалось, потому что Вагросовский мост захвачен, Чернавский взорван, а к железнодорожным мостам многие из них просто уже не дошли. И поэтому, вот мы показывали в роликах предыдущих фотографий многочисленных советских подбитых танков, увы, эти подбитые танки стали безвозвратными потерями. Во многих из них кончился бензин, кончились боеприпасы, какие-то танки были брошены. То есть, снабжение корпуса было совершенно ненормально. И, в общем-то, поэтому стоит ли удивляться, что был такой итог. Что касается 110-й и 181-й танковых бригад, на 10 июля обе эти бригады оказались небоеспособными. Боеготовых танков у них не осталось, уцелевшие машины находились на спаме немногие. И, например, печальное состояние этих бригад можно еще характеризовать по такой детали. Вот Виталий Торбцев приводит такие данные, что в 181-й танковой бригаде на 11 июля осталась 91 винтовка из 450. 49 автоматов из 189 и один пулемет ДШК из 20. Вот такой масштаб был потерь в этих тяжелейших боях. Какие же людские потери они понесли? В докладе 18-го танкового корпуса приводятся абсолютные данные по потерям. Но я могу сказать так, что в 181-й танковой бригаде потери составили людские примерно 50-55% от штатного расписания и в 110-й танковой бригаде 30-35%. Ну а если брать в сумме, то получается эти бригады потеряли почти половину своего личного состава. Конечно, тяжелые потери еще понесли в командном составе. Но в частности, в 110-й танковой бригаде погибли оба командира танковых батальонов. Это был капитан Шульга и капитан Юрченко. В 181-й танковой бригаде сгорел в танке командир 394-го танкового батальона капитан Каганский. И остался из 4-х командиров танкового батальона только один командир 395-го танкового батальона капитан Нечаев. Конечно, в документах этих бригад указаны огромные цифры потерь, нанесенных противнику. Там десятки танков, тысячи и тысячи убитых солдат, офицеров. Но, к сожалению, все эти данные были сильно завышены и очень далеки от действительности. Поэтому, собственно, приводить их здесь нет, наверное, большого смысла. Это было очень-очень далеко от действительности. Какие выводы мы можем подвести по итогам всех боев от 18-го танкового корпуса в Воронеже и противостояние его в частности с немецкими танками, танковыми, танковые дивизии и танковыми батальонами. Надо прямо сказать, что эти бои были для 110-й и 181-й танковых бригад неудачными. Бригады не выполнили поставленных задач и понесли тяжелейшие потери. И в чем причина вот этого всего? Здесь надо сказать о том, что это вызвало было двумя факторами. Во-первых, сила противника и, во-вторых, недостатки собственных, которые были присущи нашим танковым бригадам. В чем была сила противника? Разумеется, что те танковые части немецкие и мантуризованные, которые вели бои в Баронеже, они все были не новичками, они все были ветеранами, ну, ветеранами боевых действий, так сказать, кроме 24-й танковой дивизии, которая, по сути дела, была тоже сформирована на основе 1-й кавалерийской дивизии. Но получившие боевой опыт, они все были хорошо сбалансированными соединениями. В них была штатная артиллерия, тяжелая в том числе, они были обеспечены связью, у них были саперные подразделения. То есть, это то соединение, тот войсковой аппарат. Самое главное, что они по штату были укомплектованы. Да, они были укомплектованы всем, транспортом, они были всем укомплектованы и, конечно же, они вели боевые действия на максимум своих возможностей. У них было опытное командование, знающее, подготовленное, у них был личный состав, который был подготовлен к боям и предыдущей службой, и боевыми, собственно говоря, действиями. Поэтому, да, нашим войскам приходилось сражаться с очень сильным противником, и это надо признать. Это было действительно так. Возьмем мы, например, состав того же самого 116-го танкового батальона, 16-го мутаризованной дивизии. К началу наступления в нем было 53 танка. Из них только 10 было двоек, 35 троек и 8 четверок. И все они были с длинными, новыми орудиями. А четверки были с длинноствольным 75-мм орудиями. Танкисты, разумеется, у них были обучены. Прошли они хорошую боевую практику, участвовали в боях. Дальше. У них был зенитный дивизион, 88-мм пушки, которые могли быть использованы тоже против танков. У них был истребительно-противотанковый дивизион, тоже, который был серьезным подспорьем в боях с советскими танками. Связь хорошо налаженная. Как правило, радиосвязь использовалась в подвижных соединениях, в подвижных боях. В противоположность этому, в советские танковые бригады, мы об этом уже говорили в прошлых роликах, они были укомплектованы танками. Танки у них были по штату. Но, что касается других аспектов, тут, конечно же, была проблема. Причем, проблема была как в самом штатном расписании, когда чего-то в штатном расписании не было разработано, так и в том, что даже то, что было в штатном расписании, они часто не имели. В частности, читаем в докладе 18-го танкового корпуса. Все бригады не имели зенитных средств. Средств радиосвязи и средств санитарной эвакуации. Не имели зенитных средств, хотя по штату положено было зенитная батарея. Не имели средств радиосвязи, хотя по штату положено были рации. Ну и средства санитарной эвакуации. Что-то, наверное, было там. Те же ДШК были все-таки, но все-таки ДШК это не пушка. Да, это не пушка. И хоть по штату, Да, полный штат был, 44Т-34, 21Т-60, как это в бригадах того времени. Но, увы, ИАХ, опять мы должны говорить о том, что почему-то, видимо, считалось, что на раз танки есть все, бригада воевать может, бросай ее в бой. И вот эти вот аспекты, которые казались, наверное, кому-то мелочными, на самом деле в бою играли колоссальную роль. Отсутствие связи. Как можно воевать без современной связи, без радиосвязи? И получается, что в этих боях опять мы видим, командиры вынуждены были писать записки, отправлять их с танками или посыльными. И не знали порой сутками о том, что происходит. Как командир корпуса этого не знал, так и командир бригады не знал, все пытался как-то связаться. Дальше. Обе бригады испытывали большой недостаток в горючем боеприпасах. Но в горючем еще как-то можно было слить, например, солярку из подбитых как-то танков, а боеприпасы никак. И мы видим в донесениях частей, осталось там всего-навсего столько снарядов, остались только осколочные снаряды. И вот как можно воевать с немецкими танками, осколочными снарядами. Положение создалось угрожающее. Это журнал боевых действий 110-й танковой бригады. Снарядов бронебойных не было, мы уже об этом говорили. А осколочных, в общем, приходилось на танк по пять штук. А в некоторых танках не было боеприпасов совсем. Корпус совсем не был обеспечен снабжением боеприпасами. Как-то этот вопрос упустил, и кто был за него ответственен, Голиков ли, или он в суете, вообще не до того ему было. Голиков-то тут при чем? Тут же Черняховский главный. Черняховский, да, соответственно, кто будет его снабжать. Конечно. 181-й танковой бригады, читаем. Из всех танков только 8 были вполне боеспособными. В танках было по 10-15 снарядов. И, конечно, надо помнить, что 18-й танковый корпус вообще как соединение было образовано только-только, с нуля, с неопытным составом, командным составом. Они только-только начали службу совместную. Соответственно, для подавляющего большинства личного состава танковых бригад это были самые первые бои. Причем в ситуации очень тяжелые. В районе, который они совершенно не знали. Поэтому неудивительно, что они пошли на прорыв туда, куда не надо было совершенно идти, но они этого не знали. Так вот, что произошло дальше с этими бригадами? Они отошли, их отвели в тыл на пополнение, на восстановление их боеспособности. И вошли они в бой только спустя какое-то достаточно проложительное время. Мы должны признать, что неудачи этих бригад были закономерными. Это не была никакая случайность. И, собственно, успех противника тоже был вполне-вполне закономерным. Они были объективно сильнее, они действовали лучше. И так сложилось, что то, что могли наши танкисты сделать своим личным мужеством, никак не компенсировало отсутствие боевого опыта, отсутствие каких-то необходимых средств борьбы. Видимо, просто навыков большинство членов экипажа еще не было. Отсутствие навыков. Но какой-то положительный момент из этого можно найти. Но эти бригады своим мужеством, своим стойким сопротивлением, отчаянным порой в тяжелейших условиях, они все-таки задержали вот эту 16-моторизованную дивизию. И перед этим 24-ю танковую дивизию. И не дали им побыстрее выйти из Воронежского плацдарма. Ценой своей крови, своих жизней, жертвами они сумели это сделать. И бывший командующий Брянским фронтом в 68-м году прошлого века, когда писал свою книгу, он об этом ясно и четко написал. Ну, в частности, он писал про солдат этих танковых бригад. Их личный состав был еще неопытен. Тем не менее, своим огнем из-за укрытий, а потом и контратаками 5-7 июля, танкисты сыграли важную роль в обороне города. Ну, вот на этом, пожалуй, уважаемые друзья, мы закончим наш рассказ о событиях 9 июля. Два хотелось бы добавить момента. Во-первых, обе эти бригады будут через год участвовать в сражении под Прохоровкой. И вот если у 110-й, она во втором ушел не была, даже в третьем, у них там остались документы. Хорошо, вот 181-й, как под копирку, документов практически нет. Нет документов. Там, конечно, у них там потери тоже большие были. Ну, и второе, мне, конечно, очень понравился оптимизм полковника Дюльдина. Когда, потеряв полторы тысячи человек без возврата, и у него там осталось 250 штуков активных, он говорит, мы, конечно, вот сейчас практически очистили город по щелчку, будь у нас небольшая поддержка. Это, конечно, такое внушает оптимизм. И в добавление к сказанному, надо сказать об одном таком досадном моменте. Вот, казалось бы, полковник Коновалов со своей бригадой сделал все возможное, пошли они на прорыв, выбрались. Но вот 13 июля, по итогам разбирательства военно-совета 40-й армии, вот его и военкома, старшего батальона комиссара Коптева, отстранили от должности и предали суду военного трибунала за невыполнение приказа об удержании участка аэродрома еще 5-7 июля. Вот так на войне бывает часто. Казалось бы, он ли был в этом виноват, но вот его обвинили в этом, и, так сказать, все его героические действия были смазаны. Добрая традиция Красной Армии, наказывать невиновных, награждать непричастных, к сожалению. Увы, да, вот так вот бывало. Такова правда война. Спасибо большое. Тяжело, конечно, но что ж, надо с этим тоже разбираться, поэтому спасибо большое. Друзья, спасибо вам, что вы нас поддерживаете, особенно те, кто это делает на платформе спонсоров. Как я уже говорил, это для нас сейчас наиболее удобно, и в том числе эти лекции выходят с вашей, так сказать, поддержкой. Ну, и опять же, по традиции, если что-то случится с Ютьюбом, у нас есть ВК-группа, Яндекс.Дзен, Телеграм-канал, ну и Рутюб нам в помощь. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok